В субботу 2 сентября на ТНТ выйдет выпуск проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших с участием Илона Новоселовой». Стархиту удалось узнать, как прошли последние съемки «Ведьмы», почему она переживала и за что потом извинялась. Илона Новоселова трагически погибла, выпав из окна своей квартиры, которая находится на шестом этаже. Трагедия произошла 13 июня этого года. Поклонники «Ведьмы» до сих пор гадают, что же послужило причиной таинственной смерти 29-летней участницы популярного телепроекта. Какой была жизнь Илона Новоселовой, скандалы, похищения, слухи о смене пола. Незадолго до гибели «Ведьма» принимала участие в съемках новой программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Вообще мы приглашаем тех или иных ясновидящих по реальным просьбам зрителей. Рассказали Стархиту на канале, то есть люди присылают нам письма. Кова хотят видеть. Так вот имя Илона там часто фигурировало. Несмотря на непростой характер, ее действительно любили зрители. Она была интересной личностью. Продюсер шоу Ирина Сметанова рассказала Стархиту, что произошло на площадке. По ее словам, Илона приехала на эти съемки в плохом настроении. Ко всему прочему, девушка не хотела работать с Александром Шепсом. Ранее поговаривали, что у экстрасенсов даже был роман несколько лет назад. Подруга погибшей Новоселовой раскрыла подробности ее связи с Шепсом. Все люди, которые работали с Илоной, отмечают ее вспыльчивый характер, однако подтверждают, она умела извиняться за содеянное. По словам Сметановой, Новоселова очень сожалела о том, что чуть не сорвала съемки и наговорила столько гадостей. Она была очень сильным экстрасенсом, ярким, эмоциональным человеком. Мы все ее любили и сейчас очень по ней скучаем. Ее уход – очень большая потеря. Мы приступили к съемкам нового сезона и понимаем, что Илона нам очень не хватает во многих расследованиях, добавила продюсер.